Всем привет! С вами канал Космостар. Очаровательная Светлана Рябова была одной из самых популярных актрис 90-х годов. Фильмы с ее участием буквально не сходили с экранов. Но потом жизнь Светланы изменилась, ей пришлось сделать очень непростой выбор. Светлана Рябова родилась в Минске в 1961 году. Ее мать играла в самодеятельности, а вот Светлана мечтала стать профессиональной актрисой. В школьные годы ей приходилось много заниматься. Параллельно со среднеобразовательной школой она посещала и музыкальную. В какой-то момент у девушки назрел бунт, ведь она с утра до ночи занималась учебой. В то время как ее ровесницы вели активную личную жизнь. Рябова решила отказаться от уроков игры на фортепиано. Но ее отговорила учительница, отметив, что подобный навык пригодится любой актрисе. И оказалась права, именно Рояль сыграл в жизни Рябовой определяющую роль. После окончания школы она едет в Москву, где проваливает экзамены в Щукинское училище. В Минске тоже есть театральный вуз, куда поступить было намного легче. Но одна из преподавательниц сказала молодой студентке, что актерство не ее стезя. Это был сильный удар для Светланы, но она еще раз приезжает в столицу. И со второго раза покоряет престижное учебное заведение. В Москве актрису ждали новые испытания. Ведь она никогда не имела модельной внешности. В семье все женщины были достаточно полные. Поэтому Светлане приходилось постоянно сидеть на жесткой диете. Но результат усилий был впечатляющим, к окончании вуза постройневшая Рябова была готова к штурму театральных подмостков. Как раз в это время в училище Александр Ширвинд занимался преподавательской деятельностью. Для спектакля ему нужна была молодая актриса с навыком игры на рояле. Светлана стала идеальной кандидатурой, а позже Мэтр пригласил ее в труппу театра сатиры. Сниматься Рябова начала еще в 80-х годах. Но временем расцвета карьеры стали смутные 90-е. Практически все ее фильмы становятся хитами. Это ребро Адама, ты у меня одна, мой муж инопланетянин, не хочу жениться и другие. В театре Светлана также весьма востребована и считается одной из ведущих актрис. На волне успеха личная жизнь миловидной блондинки не ладится. У нее много поклонников, но нет того самого, единственного и неповторимого. Светлане было за 30, когда в труппу поступает молодой актер Андрей Борило. Их отношения развиваются стремительно, разница в 12 лет не становится помехой. Рябова родила от возлюбленного двоих дочек, которым дала свою фамилию. Светлана никогда не рассказывала, почему так и не стала женой Борило. Вообще свою личную жизнь артистка всегда предпочитала скрывать. С рождением детей ее карьера приостановилась. Предложений поступало много, но приходилось выбирать. Для Рябовой было важнее уделить внимание воспитанию наследниц. Поэтому после ударных 90-х с кино так удачно уже не складывалось. А вот в театре сатиры Светлана задействована и по сей день. Она замужем, но о ее супруге ничего не известно. Он не имеет никакого отношения ни к театру, ни к кино. Дочери уже взрослые, обе решили продолжить актерскую династию. Девушки обожают свою мать и мечтают повторить ее успех.